Самбо во Владивостоке – один из лидирующих по всем показателям видов спорта. Наш город славится сильной школой, которая отличается и на выездных соревнованиях, и у себя в регионе. Проверить все эти высказывания приехали в кампус ДВФУ борцы со всей России. В Приморской столице впервые дали старт первенству страны по самбо среди юношей и девушек. В Владивостоке всегда была традиционной сильной школой, как по мальчикам, так и по девочкам. Много спортсменов входит в состав сборной команды России по различным возрастам. Поэтому, когда федерация определяла место проведения, Владивосток сразу занял лидирующие позиции, и вопрос не возникал об альтернативе, скажем так. Размах соревнований впечатляющий. За три дня на ковре побывают почти 500 спортсменов из 70 регионов страны. Все это ребята в возрасте 14-16 лет. И новичков тут нет. Даже если и занимаются борцы всего несколько месяцев, то все равно уже имеют в копилке череду достижений. Я выиграла федеральный округ в Благовещенске, поэтому я приехала сюда с тренером, ну и с двумя девочками, тоже с Большого Камня. Но я занимаюсь всего пять месяцев, поэтому вот так получилось, что я поехала. Вот за пять месяцев ты уже дошла? Да, я дошла до России. Меня, конечно, привезут за победой, за путевку на Европу. Соревнования очень важны, как бы решать весь сезон, чему ты добился и как работал. Готовься усиленно, потому что это очень решающий статус моей карьеры на этот год. В потенциальных лидерах соревнований все видят Владивосток, Москву и Краснодарский край. Эти команды привезли большие и сильные составы. Но есть и, к слову, те, кто приехал побороться, так сказать, в меньшинстве. Мы впервые в Владивостоке. Команду, правда, привезли небольшую из двух человек. У нас отобрались два человека с первенцами Южного федерального округа. У меня борец и сын, 72 килограмма, он является победителем спектакляции России этого года. Но мы планируем, на первое место, конечно, планируем, хотим. Первенство России – не первые крупные состязания по самбо во Владивостоке. Например, еще в апреле этого года на этом же месте проходил знаменитый международный турнир «Мемориал Юрия Потапова», где встречались сильнейшие борцы со всех уголков мира. Проходить иностранную школу было тогда нелегко, но, как оказывается, бороться русским с русскими еще более проблематично. В данном возрасте есть такое понятие, как спортсмены-акселераты. Особенно это, конечно, представители Кавказских республик. Раннее созревание и в сравнении с борцами с Центральной Россией, конечно же, на данном возрасте они физиологически превосходят. Но отсюда и интерес. Встречи юных борцов страны продлятся вплоть до 9 октября. По итогам соревнований сильнейших спортсменов ждут награды и путевки в национальную сборную, которая уже в декабре будет выступать на первенстве Европы в Хорватии. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.